Что представляет собой такое кожное заболевание, как кератома? Кератома – это доброкачественное новообразование, берущее свое начало с самых наружных роговевающих слоев эпидермиса. Это собирательный образ, если хотите, это целый ряд однотипных новообразований на нашей коже. Значит, кератос в переводе с греческого так называют самый верхний слой или самые верхние клетки, которые образуют верхний роговевающий слой. Кератос – клетка, а омо – это суффикс, указывающий на принадлежность к опухоли. То есть, другими словами, это доброкачественная опухоль из правильных клеток, самого наружного роговевающего слоя эпидермиса. Вот, собственно, и все. Под влиянием каких-то возрастных факторов, под влиянием солнышка роговевание может терять свою степенность и правильность, и может оно быть повышенным. Где-то происходит какой-то сбой, вот и здесь сбой, и поэтому образуется кератом. А у кого чаще образуются кератомы? У мужчин или у женщин? Ну, в общем-то, и у мужчин, и у женщин они образуются в одинаковой степени часто. Или в одинаковой степени редко. То есть, практически 50 на 50. Есть кератомы, которые чаще бывают у женщин, есть кератомы, которые чаще бывают у мужчин. А так, в общем-то, 50 на 50. А в каком возрасте? Возраст, как правило, кератомы – возраст более почтенных людей. 50, 60 и старше. Но, вы знаете, есть забавная статистика, не то что забавная, есть достаточно правильная статистика о том, что кератомы от 20 до 30 бывают у 10-11% людей, страдающих кератомами. От 30 до 40 – 25%. И от 40 и выше, ну, скажем, до 50, еще 15% набирается. То есть, вы представляете, 50% больных, как правило, достаточно молодого возраста. У детей бывают кератомы? Да. Ангио, кератома – ну, это, скорее всего, опухоли из сосудов. Вот это не что иное, как опухоли из сосудов. Геангиомы их называют еще. А на каких частях тела чаще всего локализуются кератомы? Вы знаете, на ваш вопрос очень легко отвечать. Не надо даже думать. На всех что ли? А если говорить о кератомах, которые образуются на лице, поражают ли они веки, губы, нос? Да. Волосистая часть головы, достаточно часто бывает кератома, веки, брови, лицо, даже ротовая полость, даже полость носовых ходов или носовая полость, губы, носогубный треугольник, щеки. Но чаще поражается все-таки волосистая часть? Волосистая часть, без сомнения. Чаще поражается волосистая часть. Ну, есть кератомы, которые чаще всего бывают на волосистой части головы, на туловище, верхняя треть туловища. Есть кератомы, которые бывают только лишь, скажем, на половых органах. Есть, которые бывают чаще на лице. Ну, в общем, вариаций очень много. На груди, на сосках могут образовываться кератомы? Да, могут быть кератомы и на столь нежном органе, как молочная железа и соски. Поговорим о причинах, которые лежат в основе образования кератом. И начнем с наследственного фактора. Вы знаете, уже давным-давно доказано о том, что наследственный фактор имеет непосредственное влияние или непосредственное отношение к образованию кератом. Как правило, это бывает в возрасте 40-45 лет. И наследственность здесь определяется по мужскому типу. Мужчины чаще являются носителями. Вот вы знаете, у меня не далее, как сегодня, был больной, которому 52 года. Лечится он совершенно по другим проблемам у меня. То есть это не кожные проблемы. И вот он мне показал свои кератомы и сказал, что подобное есть у моего отца. И отец говорит, что были у нашего деда. Попробуйте, вот вам, пожалуйста, живой пример наследственности. Я своими собственными глазами все это видел, хотя приходилось видеть и раньше. Просто, может быть, так не собирал такой анамнез, достаточно строгий. А здесь пришлось поговорить, потому как я знал, что мы сегодня будем с вами обсуждать эту проблему. Мне просто самому было очень интересно. Чаще всего кератомы бывают у лиц, слонных к сухости кожи. И у лиц, у которых бывают родинки, невусы, пигментации всевозможные. Вот здесь, по наследству, как правило, все бывает достаточно отчетливо видно. Основная причина появления кератом – это воздействие солнечных лучей? Да, есть солнечная кератома, и здесь, да и не только солнечные кератомы, и есть и другие кератомы, которые своим появлением могут обвинять гиперинсуляцию. То есть повышенное облучение солнечными лучами. Важен такой факт, нужно помнить о том, что не сиюминутное, или не то количество солнечной радиации, которую ты получил в течение длительного времени, сегодня или этим летом, повлияет на образование кератом. Нет. И не только нет, а очень часто вот та большущая совокупность всех облучений, которые ты получил в течение всей жизни, виноваты в том, что могут появиться кератомы. Это накапливается с течением времени, а мы должны помнить о том, что возраст после 60 лет – это когда теряются защитные силы организма. Редко у кого они достаточно активные, достаточно мощные. А так, с течением времени, да, защитные силы организма, без сомнения, присутствуют. Есть у пожилых людей, но они уже не в той степени активно, не в той степени обеспечивают защиту нашего организма. Это понятно, поскольку основная часть такой активной, крепкой жизни прожита. У кого повышен риск образования кератом? Риск повышен у людей, у которых нарушен иммунитет, прежде всего. Риск образования кератом нарушен у лиц с нарушением обмена веществ. Это гиповитаминоз А, витамина А. Есть ряд заболеваний, которые могут привести к... Или ряд состояний. Скажем, вот такое состояние, как нарушение функций внутренних органов определенные. Скажем, такие, как онкологические заболевания, стрессовые ситуации. Потом воздействие на организм радиоактивного излучения. Воздействие на организм химических и ядовитых веществ, в том числе ядовитых растений. Солнечная радиация, мы уже это обсудили, гормональный сбой определенный, временные гормональные сдвиги или перестройки временные гормональные, это беременность у женщин. И у молодых людей это вот период полового созревания. Это вот наиболее такие, наиболее яркие состояния, когда можно предполагать, что могут появиться кератомы. Принимая во внимание все вышеперечисленные причины появления кератомы, можно сделать вывод, что эти новообразования не заразны, они не передаются от человека к человеку. Да, вы правы, они не передаются от человека к человеку. Но нужно помнить о том, что появление подобных проблем должно быть под вашим контролем. Нельзя это пускать на самотек, потому как они доброкачественные, могут быть доброкачественные до какого-то определенного периода. А дальше может появиться перерождение и могут быть проблемы, на которые человек может не обращать внимания. Я вот уже рассказывал, мой товарищ к большому сожалению погиб, но он погиб от меланомы, но тем не менее. Нежелание его верить в то, что у него есть проблемное перерождение на коже, привело к тому, что он умер. Врач, прекрасный хирург, я поражаюсь как он, но он беспечный был человек в этом плане. Субтитры создавал DimaTorzok